Слушайте, я читала, что когда освободили крепостных, они в принципе не поняли, что это, как это освободили, а что мы были как-то зажаты, у нас в деревне, у нас коровы, у нас там бабы, дети бегают, куда нам идти? Ну, говорят, вы свободны, а что, мы не были свободны? Ну да, спороли, ну так мы заслуживаем уборки, вы же говорите, что мы заслуживаем таких тюрем, да, где там швабры вставляют в жопу, ну, крепостные не поняли, там несколько поколений ушло на то, чтобы им объяснить, что как бы надо переезжать, надо, надо закрывать свои там, не знаю, дома и переезжать в какое-то другое место, чтобы чисто, ну, узнавать мир, да, и учиться, и работать в разных местах, и познавать разные технологии, у нас же гулаги строились руками, знаете, почему такие там 10 тысяч, 30 тысяч, 300 тысяч погибших, потому что, ну, трактора или там всякие эскаваторы берегли, а все делали руками, как, даже в древнем Риме такого не делают, то, что делали в гулаге в 20 веке. Солнце бьет, я хочу, я хотела сказать, что вот вы такие же сейчас, вот, не то, что там крестьяне были какие-то тупые, вы тупые сейчас, вы мне говорите, Россия, то есть Советский Союз дал нам бесплатное жилье, бесплатные квартиры, бесплатные там, садики, бесплатные, там, что там еще, образование, слушайте, во-первых, образование я это в рот ебала, от начала, от и до конца, вот все образование советское я ебала в рот, во-вторых, жилье, да нахуй такое жилье, вы посмотрите, я показываю в вашей коробке, вы говорите, не показывайте, показывайте новое, да, новое показываете, а старое не надо, получается, нахуй это старое жилье было нужно, людям не платили зарплаты, то есть 100 рублей какому-то платили, да, там, типа, или там 76, или там 108, а кому-то 300, представляете, в это время американцы жили в прекрасных домах, норвежцы жили в прекрасных домах, а нам платили, типа, 170 рублей, ебала я в рот, 76 рублей, поняли, у нас такой, знаете, примитивный мост, то есть нам мир говорит, мы всегда будем довольны, вот просто от слова всегда, построит Путин завод, молодец, пропадает завод, умирает, ну, конечно, умирает, ну, а как, а как не умирать, конечно, умирает, все умирает, там, построит Путин, там, дорогу, конечно, молодец бы, не построит, ну, так, ну, зачем, тогда и машины не нужны, как бы, логично, нет дороги, нет машин, нет проблем, да, у вас всегда идет от минимума. Путин даст, например, пять тысяч рублей. Молодец Путин, даст пятьсот тысяч. Молодец Путин, даст ничего. Молодец Путин, понимаете? Вот это вот ваш совок от слова молодец ни за что. Выжил в ГУЛАГе, молодец Сталин. Не выжил в ГУЛАГе, все равно молодец Сталин. Понимаете, победил фашизм, молодец Сталин. 28, вы видели, сколько он расстрелял командующих, командиров. Выходят солдаты туда. Как им знать, как воевать? Так они знают, как летать на танках, как стратегию. Ничего никто не знает. Поэтому матросы кидали себя на амбразуру. А что делать? Вот даже сегодня написал один комментатор на Латвию, Эстонию, Литву, Финляндию, что Ленин ничего не создал. Он просто отдал территорию. Она написала, мы не отдали, мы подарили. Не то, чтобы Россия проиграла Первую мировую войну. Мы просто, знаете, грациозно вышли и подарили землю.